ну так с чем же вносить драненький свитер девчонки всем привет есть у меня вот такая вот новинка от марки мезон давид марка продается в рандевру купила его из-за того что такого цвета у меня уже потрогала свитер пришел в негодность постоянно его таскала там тоже был натуральный состав и здесь это процентов 80 на на шерсти и остальное все акрил поэтому но особенность данной модели в чем если ворот у нас обработан аккуратно и нормально то на рукавах как вы видите такие вот интересные и по низу необработанные края причем они так не хаотично именно вот как-то так вот знаете вымеренно вся москва сходит по монохром такая марка на российская и там сатера все прям драные с такими огромными дырами стоят кучу денег естественно я себе никогда не куплю я вообще не люблю собраны я никогда не носила джинсы с драными коленками для меня этому виду но не нравится и богу вот но на этот свитер я решилась думаю ладно но все-таки данные вещи вот такие вещи их нужно правильно уметь подать чтобы у вас совсем не оказался бомж стайл никогда не надеваем такие свитера с рваными джинсами с чем-то неопрятно выглядящим старым заношенным тоже в катыш в катышках или в общем вы поняли меня я сейчас вам покажу как буду носить этот свитер я ну вот так буду носить я какую-то подвеску чтобы удлинить немного силуэт у меня моем случае а диво написано но серьги крупные такие под золото но не абсолютно легкие пластик и брюки марлин сейчас можно модно сочетать коричневый и серый вот в моем случае темно-серые брюки они очень хорошего качества не мнутся немецкие в общем я ими довольна спасают меня в разных ситуациях и как бы на ноги надену ботильоны черные обычные классические либо у меня есть и коричневые замшевые такие под казаки в общем тоже будет смотреться я считаю неплохо еще покажу обновки это такая вот шапочка блестящие резерв это новая коллекция сейчас среда называется и пальто пальто концепт club не скажу что прям в восторге от него потому что сто процентов полиэстер но она как бы ворсайз я взяла размер м и ну чтоб она не очень-то балахонистая было и мне в принципе нравится крой нравится и неплохо сшито но в общем думаю ладно как положение конечно не подойдет но разнообразить мне нужен был красный цвет в общем я купила вытянула силуэт красными сапогами это сапоги страдивариус они чулки огромные такие длинные когда я рогову обзирает луки подписчиков значит и высола себя в красной шубе красных этих сапогах он в общем-то ну так и есть обзирал меня но я с ним не согласна я думаю что вытягивают очень хорошо цвет этот один и тот же ведь я вытягивает силуэт мне очень нравится именно с красными сапогами я мерила с белыми черными но вот с красными мне она больше всего понравилось ну и вот так вот не советовал урогов типа красные сапоги снять надеть белый ботильон у меня ботильонах нет ни сапоги ну неплохо но как я носила красные с красными сапогами мне нравится больше поэтому слушайте других но все-таки поступайте как вы считаете нужно всем пока в конце видео покажу шапочку поближе у нее такой не золото не серебро скорее всего бронза камера вообще не хочет передавать натуральный цвет в общем она так как состаренное золото неплохо выглядит не прям супер блестит нормально так мерцает благородно ну вот захотелось мне такую 1200 она стоит покупала оффлайн онлайн у них магазина сейчас нет и хочу еще раз напомнить вам про свой канал в дзен оставлю опять же ссылку на него на телеграм оставлю подписывайтесь потому что с youtube я скорее всего все-таки уйду меня устраивает еще раз повторюсь сейчас больше цен на youtube я слегка обижена они меня как бы можно сказать кинули не будем даваться в подробности было конечно приятно там находиться какое-то время ну вот с этими действиями военными все пошло наперекосяк будем надеяться на лучшее всем желаю всего хорошего всем пока